Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Малышева, и мы начинаем уроки правильного питания, уроки стройности и красоты в нашем специальном цикле по снижению веса. Хочу сказать, что таких уроков будет несколько, и задачу я вижу в одном – научить вас не только похудеть, но научить вас жить по-другому так, чтобы ваш вес и ваша фигура оставался с вами на долгие годы. А вес и фигура – это не просто какая-то выдумка, не просто какие-то цифры на весах, которые вы видите каждое утро. Это ваше отношение к себе, и когда утром, раздевшись, вы встаете на весы и видите, что вес большой, вы разочаровываетесь в себе. А когда вы встаете и видите, что вы стройная и красивая, или стройная и красивая, вы уважаете себя. И вот понимание этого уважения к себе – это главное, что должно прийти к вам. Итак, наша задача – вернуть вам уважение к себе, как к людям сильным, умным и умеющим выглядеть прекрасно, несмотря ни на что. Какие люди обычно начинают худеть? Что с их мозгом? Как бы весело и зажигательно они не выглядели, как бы не хвастались своими толстыми фигурами. На самом деле, если заглянуть в их душу, то мы увидим вот такую мозаику. Ваши ощущения от себя, от своей жизни сотканы из кусочков. Чувство вины. Надо было не есть, а я опять наелась. Безнадежность. У меня вообще не получается худеть, ну и никогда у меня этого не выйдет. Сколько раз я не старалась, я только поправлялась. Стыд. Что ж я опять наелась? Как вообще я смогла это сделать? Что же мне делать-то с собой? Страх. Буду все толще и толще, начну болеть, вон уже колени болят, ходить уже не могу, совсем мне плохо. И, конечно, одиночество, потому что полный человек отказывает себе во многом. Он не может пойти на каток, он не может раздеться на пляже, он не может предъявить себя обществу, потому что он сам в себе запутался. Вот эта сложнейшая гамма чувств, которая в душе у каждого из вас, может не проявляться. Вы можете оставаться веселой, вы можете за столом сказать, «Тя-х, что это? Не хочу быть худой, хочу быть толстой да веселой, пока толстый сохнет, худой сдохнет». Это все ширма. За ширмой вот такие проблемы. Вы должны их понимать. И вы должны понимать, что эти проблемы говорят о том, что у многих из вас скрытая депрессия. Не важно, по каким причинам она возникла, важно, что этот замкнутый порочный круг мы должны разорвать. С чего начать? Начать надо с того, что вы поставите перед собой цель. У психиатров есть такое занятие, такое задание специальное, когда они просят человека взять листок бумаги и левой рукой, левой рукой написать перед тем, как вы начнете худеть, какие цели вы перед собой ставите. Это очень трудно. Но в начале похудения вы, как первоклассник, вы ничего не знаете и ничего не умеете. И вот смотрите, вот я начинаю писать. Каждая буква выводится с трудом. На самом деле, если я буду реально писать, потому что реально очень трудно писать, то вы будете ждать полдня. Поэтому я заранее написала такой листочек бумаги. Но прошу вас написать каждому для себя такой листок. Итак, смотрите. Вот я себе накорябала. Я буду худая. В шортах, стали, в узких брюках, с красивым лицом. Стройное сбоку, потому что сбоку видны наши животы, наш висцеральный жир. И без живота. Вот этот листочек – это ваша путеводная звезда. Его надо читать каждый день. Почему? Вы увидите, как плохо вы нацарапали эти буквы. И вы поймете одну простую вещь. Когда ты учишься жить правильно, у тебя могут быть ошибки. Страшного в них ничего нет. Вы ученики. Вы все равно научитесь. А вот теперь переходим к основам правильного питания. У нас существует всего три принципа снижения веса. Эти принципы очень простые. Я назову их все три, а потом один за другим будем с ними разбираться. Первый принцип прекрасен для людей, которые имеют лишний вес. Он звучит так – «Чтобы худеть, надо есть». Этот принцип предусматривает питание от 4 до 6 раз в день. Не меньше. Второй принцип звучит так – «Секрет похудения в одном стакане». Этот принцип определяет размер порции на прием пищи. И третий принцип уж совсем простой звучит так – «Вода важнее, чем еда». Это три принципа. Каждому будет посвящено занятие. А теперь начнем с принципа номер один. Итак, он звучит очень просто – «Чтобы худеть, надо есть». Вот это знаменитые контейнеры наши. Их пять. И у вас должно быть, еще раз повторю, от 4 до 6 приемов пищи. Завтрак, второй завтрак, обед, десерт и ужин. Хочу сразу сказать, что именно это – самое трудное для людей с лишним весом. Потому что у людей с лишним весом деформировано пищевое поведение. Пищевое поведение их выглядит так, что они обычно не завтракают, они редко обедают, они, как правило, перекусывают, перехватывают. А на вечер формируют огромный тяжелый прием пищи. Вот пищевое поведение – это главное, что мы должны поправить. Все, кто худеет в проекте «Сбрось лишнее», в программе «Здоровье», все говорят только одно. Они говорят простую вещь. Вы знаете, самое трудное было научиться есть пять раз в день. Вам это надо сделать. Заведите часы, заведите на них будильник. И вы должны научиться есть четыре, пять или шесть раз в день. А вот теперь почему? В основе всего лежит несколько простых вещей. И вот сейчас мы переходим к главному пониманию системы снижения веса. Дело в том, что основной регулятор голода – это не желудок, это не рот, не кишечник. Это мозг человека. Вот он, наш прекрасный мозг. А вот кусочек сахара. Мозг ест только сахар. Не такой сахар, а его внутреннюю часть – глюкозу. Итак, мозг ест только глюкозу. И вы должны понимать, что когда мозг глюкозу не получает, то мозг вам говорит – я голодный. Вот смотрите, импульсы не поступают. У меня нет глюкозы. Её нету. Иди ешь. Мозг не может вам говорить – съешь пять граммов глюкозы, мне этого достаточно. Или съешь пол чайной ложки сахара. Он говорит вам просто – иди ешь. Люди, которые едят на фоне чувства голода, переедают всегда. Их заставляет это делать мозг. Поэтому вы должны понимать – мозг требует еду, и он её должен получать, но в нужном количестве и в нужной дозе. И вот я держу сахар не случайно. Вообще к сахару сегодня в целом в медицине отношение плохое. Но у нас также существует понимание того, что без него мозг не живёт. Поэтому задача нашего правильного питания – с равными промежутками времени. Через 4 часа, через 3 часа, через 3,5 часа нашему мозгу по чуть-чуть подбрасывать глюкозу. Тогда он будет спокоен, тогда он будет сыт, мы с вами не будем голодать, и мы будем есть и худеть. Меня зовут Ларина Мария, я похудела на 26 килограмм. Приучить себя к многоразовому питанию сначала было немного сложно, но потом уже входишь в процесс и уже привыкаешь к тому, чтобы есть через определённое количество времени. Меня зовут Екатерёва Татьяна, мне 50 лет, похудела я на 87 килограмм. Я себе внушала, что я больна, что если я сейчас не прекращу беспорядочно кушать, то значит, я просто-напросто погибну. И всё. И включила в голове лампочку, в мозг. Вот это правило, чтобы худеть, надо есть, предусматривает поступление нужного количества глюкозы каждые 3-4 часа в организм, чтобы мозг не голодал, чтобы вы не голодали, и чтобы вы с остервенением на еду не набрасывались. Откуда мы берём калории и на что мы их тратим? Калории мы берём только из еды, ни из чего больше. Калории, которые мы съели, только из еды. От воздуха поправиться нельзя, поэтому когда масса людей говорит мне, я не ем, а вон у меня 100 килограммов, это глупость, вы едите, просто вы этого не замечаете. А вот второе, на что мы тратим калории, это тоже интересно. Вот представьте, что вот это наш организм. Наш организм – это такая фабрика, которая работает. Вот видите, шарики-ролики крутятся, у нас пьётся сердце, дышат лёгкие, сокращается кишечник, работает печень, почки, мочевой пузырь. Функционирует целая система. Первое, мы тратим калории, которые съели, на основной обмен, на работу вот этой системы нашего организма. А вот теперь второе. На что ещё мы тратим калории? Мы тратим калории ещё в обязательном порядке на то, что мы делаем. Мы встаём, мы идём, мы сидим, мы читаем лекции, мы бежим. Кто-то занимается спортом, кто-то бежит за автобусом. Во всех случаях калории тратятся. К сожалению, вот эти траты современный человек довёл почти до нулевой отметки. Мы когда едем, сидим, мы пешком теперь никуда не ходим, потому что у нас либо машина, либо общественный транспорт. Мы сидим и лежим. По сути дела, это главное, что мы делаем. Поэтому нам, врачам, ничего не остаётся, как нагружать ваш организм, заставлять его тратить больше калорий. И вот здесь четырёх-, пяти-, шести-разовое питание тоже очень важно. Итак, чтобы худеть, надо есть. Еда – это работа целой системы. Давайте её рассмотрим. Вот это макет человека, он такой вскрытый. А теперь мы снимем некоторые органы, чтобы получше рассмотреть другие. Вот это наша пищеварительная система. Печень, где все токсические вещества химически разлагаются. И вот основная система пищеварения. Пищевод, желудок, тонкий кишечник и толстый кишечник. Смотрите, если бы мы могли вытянуть в линейку весь наш пищеварительный тракт, то получилось бы 6 метров тонкого кишечника, полтора метра толстого кишечника, да ещё и желудок сантиметров 50. Всё это мышцы. Всё это мышцы. Мышцы не такие, как мышцы скелетные, благодаря которым мы ходим, двигаем руками. Эти мышцы называются поперечно-полосатые, а мышцы вот здесь называются гладкие. Этими мышцами мы руководим сознанием. Я могу себе сказать, я поднимаю руки, я делаю какую-то зарядку и так далее. Этими мышцами наше сознание не руководит. Желудок и кишечник сокращаются и работают благодаря автономным механизмам своей определённой независимости и автонормной нервной системе, которая называется вегетативная нервная система. Как мы можем эти мышцы заставить работать? Очень просто – увеличить количество приёмов пищи. Итак, не один раз в день, как вы привыкли, и не два, а четыре, пять, шесть раз, чтобы худеть, надо есть. Что будет происходить? Вот мы решили сделать такой забавный макет. Мы решили вытянуть в линеечку наш желудок и кишечник. А теперь давайте посмотрим, как он функционирует. Смотрите, я сейчас положу туда вот эти теннисные шарики. Представим, что это еда. Вот так. Вот мы с вами поели, и наша эта гигантская мышца начала работать. Она начала работать, процесс пошёл, и начала тратиться энергия. Когда мы едим четыре, пять, шесть раз в день, вот слышите этот весёлый шум? Конечно, такого шума, слава богу, мы не создаём, но иногда и у нас в животе бурчит. Мы заставляем работать эту мышцу. Мы повышаем внутренние траты нашего организма. И это тоже очень важно. А теперь смотрите, если вы не едите, вся система остановилась. Один раз вы на ночь наелись до обморока, но система не работает. Вот наша задача, эту гигантскую длинную мышцу пищеварительного тракта заставить работать. До какой-то степени сознательно, потому что это решение приняли мы с вами. Но всё-таки в высокой степени и бессознательно, потому что когда мы едим, она работает сама. И ещё у нас будет одно правило действовать. Вот я сюда принесла такой макет. Представьте, что это наши желудки. Кроме того, что мы будем есть через равные промежутки времени, каждый час внутри мы будем пить воду. Это тоже обязательно. Это тоже заставит мышцу работать. Напомню вам, мы ещё поговорим об этом, вода будет наполнять желудок и создавать чувство сытости и заставлять наш кишечник тоже работать. Поэтому кишечник наш, когда мы будем худеть, будет трудиться без устали. Это очень важно. И прямо хочу сказать, очень часто, когда вам надо попить, вы едите. И посмотрите, какая колоссальная разница. Едите-то вы не чемпутное, а всякое беспутное. И получается, что, чтобы желудок вам сказал, я сыт, сейчас буду работать, переваривать, в одном случае можно попить воды, а в другом случае вы едите еду. Вот будем заставлять наш желудок работать. Итак, пять приёмов пищи. Вот они, пять контейнеров. Хочу сказать, что практически вся женская часть программы здоровья приходит на работу с такими или другими контейнерами. Но суть дела остаётся. Мы любим всё увеличивать в размерах, поэтому мы контейнеры увеличили и оставили вам пять приёмов пищи. Завтрак, обед и ужин. И между ними два перекуса. Или завтрак, второй завтрак, обед, десерт и ужин. Меня зовут Гопотяк Виктория. Я похудела на 76 килограммов. Самое лучшее, что случилось после того, как ты худела? Самое лучшее, я начала себя уважать, я себя полюбила. Это самое лучшее. В следующем уроке поговорим о следующих правилах, а пока только одно хорошее. Поздравляю вас, чтобы худеть, надо есть. Уважайте себя.